Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Geos Tactical И сегодня я бы хотел вам показать и поговорить о том, как можно сделать вот такой костюмчик Итак, для меня это был первый опыт в создании данного костюма Так что я не могу сказать, что я большой в этом деле профессионал И что это самое лучшее, что можно сделать Ну вот у меня получилось вот так В принципе, результатом я доволен Уже успел его протестить в полевых условиях на игре И он себя показал очень неплохо Вот в конце видео я там выложу пару моментов, как он выглядит на природе Так что вы это все увидите Я вам чуть позднее расскажу подробнее о процессе именно создания А сейчас я бы хотел вот сейчас подойду поближе покажу, как у меня это выглядит Вот у меня тут камера находится Я знаю, что многие люди, большинство, наверное, людей используют, одевают разгрузы, либо поясные системы поверх костюма Но я решил одеть под низ И, в принципе, на данный момент меня это полностью устраивает Потому что тут у меня находятся подсумки для обоим Для снайперской винтовки, тут для пистолета Рация у меня находится вот тут Кнопка нажатия, я могу спокойно общаться Единственное, что мне нужно сделать быстро Это достать свой пистолет Пистолет у меня находится вот тут Я, в принципе, готов к бою быстро, если что Вот, использую кобуру Double Tap Design Вот, очень удобная для меня она показалась И, в принципе, оптимальный вариант для данного сетапа Немножко сделал под углом, чтобы я мог садиться на колено И у меня глушитель, который тут очень длинный Не вытыкался в землю и не стеснял каких-то моих движений Вот моя винтовка тоже закамуфлирована В принципе, смотрится все довольно-таки неплохо Я повторюсь с тем учетом, что всем этим я занимался первый раз На костюм у меня ушло порядка, если вот, именно кленовых листьев Где-то в районе 250 Ну и еще тут немного другой зелени вплетено Так что вот так вот А теперь давайте перейдем к процессу именно создания Как это все крепится И постараюсь подробно вам все рассказать Если какие-то у вас возникнут вопросы Оставляйте свой комментарий Я обязательно на него отвечу Ну, давайте перенесемся к процессу именно создания Ну, для начала, конечно, нужна сама база Это МХФ компании «Листый костюм» Он идет полностью коричневого цвета Выглядит изначально вот так Это балаклава В комплекте идет куртка Штаны Балаклава И еще одни штаны Просто вот сеточные Не знаю, для чего они Но материал сетки пригодится в дальнейшем еще Так что получился у меня вот такой костюмчик Сделал его таким более-менее осенне-весенним И сейчас я хотел бы показать Как это все сюда крепится Для начала Скажу, что нужно Будет прикупить вот такие вот В магазине для хобби Я приобрел мотки Это лыка называется Трава Простой оригинальный цвет Зеленый немножко И коричневый Далее я использовал В основном вот такие вот листочки Они очень дешевые Стоят, по-моему, что-то в районе евро Или 50 цента за 50 вот таких листочков Далее я использовал Вот такую зелень Потемнеть немножко Такую И вот такие Что похожие на черничник Который преобладает в наших лесах Далее папоротник Ну, основное, конечно Масса листьев Это вот идут Вот такие кленовые листочки Как вы видите В оригинале Они Не выглядят особо натурально И чтобы они стали выглядеть Примерно Вот так Вот еще пример Надо с ними немножко поработать Как я это все сделал Нам понадобится Акриловая краска Палитра Ну, или что-то наподобие Я использовал здесь Бамбуковую кисточку Можно, в принципе, использовать любую Но чем это хорошо Что у нее ворсинки короткие И жесткие довольно-таки Чуть-чуть смакая в краску Так, секундочку Надо подложить Что-то поднять Вот на этом я и красил Все это дело И вот такими точечными движениями Я делал вот такой вот контур Соответственно, с краев он более насыщенный И потом, когда уже краски на кисточке остается не так много Мы идем растушевкой в середине На самом деле, можно красить по-разному Можно красить одну сторону Более коричневую А вторую вообще Можно практически оставлять Природа Как говорится, она не симметричная И конкретно красить все листья одинаково Тоже, я думаю, что будет не совсем хорошо Кисточки немножко у меня тут Вот это Подзадубело после вчерашней краски И не очень хорошо отмыл Хотя акрил очень хорошо смывается Но вот Как меня уверяли продавцы Что на поверхности он будет держаться На листах Ну, я сейчас тут особо стараться не буду Я так в общем и целом показал принцип Значит, как вот такой листик превратился вот в такой более пожухший Еще какой я вариант использую Зубочистка И делаю вот такие вот точечки Что впоследствии, когда это немножко высохнет И размажется Они придадут листу тоже Довольно-таки натуральный вид Также можно и красить просто масками вот такими Не знаю, честно говоря, мне как-то вот поудобнее Все же вот такую вот точечную Покраску делать И она так более натурально выглядит Есть другие способы, конечно Покраска листов Потому что этот способ Это довольно-таки медленный И тут так все получается довольно-таки индивидуально Для каждого листочка Надо думать, как подкрасить Чтобы он не был совсем похож на предыдущий Вот Есть еще Некоторые заливают как чернила акриловые В пакет с листьями Вот Я Прежде чем Создавать свой костюм Посмотрел некоторые Советы Видеоуроки других людей И там Видел, что человек Стирал эти листья Для того, чтобы Они не были вот такой вот идеальной формы И потом уже в этот пакет заливал чернила Когда я попробовал постирать свои Но они превратились просто в тряпку Поэтому стирать я бы не советовал Далее, что с ними можно сделать Как придать им еще объем Можно немножко Зажигалкой полить вот концы Что придаст им тоже Более натуральный вид Так Можно еще погреть их вот Таким образом И потом Чуть придержать Придавая форму Вот Видите разницу Что Вот Этот лист выглядит Намного натуральнее Чем вот этот Так Значит С покраской Мы решили Далее Чтобы прикрепить Я делаю Вот таких вот Два отверстия Их я делал Паяльником Если у вас есть Паяльник И вам Папа уши Не надерет за него То, что вы Прожигаете дырки Можно использовать Просто нагревается Паяльник И делается Две Дырочки Потом Правда Надо вот Его Будет почистить Наждачной бумагой Потому что Здесь остается Этот Пластик Пальестер Что это Я не знаю Чтобы Паяльник Потом оставался Функциональным Надо его почистить Значит Проделываются Две дырочки И так Сейчас я вам покажу Как я прикрепляю Все это дело Это будет Балаклава Значит так Для Крепления листьев Используется Вот такой Простой крючок И Небольшой кусочек Лыка Значит так Мы проделываем Сквозную дырочку Тут Важно Чтобы Лыка Была Натянута Немного Сдвинута Вниз И вот Мы его Продели Проделываем Отверстия Просто завязываем Простым узлом Я завязываю На три узла Чтобы Точно Развязывалось Держалось Крепко Талия Можно немножко Распушить Если это позволяет Самолыка И Также Я обрезаю Чтобы Не были Вот эти Концы Одинаковые Один Так Немного Покороче Так Вот Получается У нас Листик Привязанный Самому Костюму Тут Что еще Даже лучше Есть Отверстия Также Привязывается Это все Дело Вот сюда Сейчас вам Покажу Так Минучек Кусочек 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 опять же просто привязывается и за счет того что тут есть эти веточки на листьях уже эти листья выглядят более объемными поэтому надо чередовать вплетать разные листики тогда все вместе это будет смотреться довольно таки натурально все по такому же принципу я делал на этом костюме единственно что еще добавлял это местами добавил вот такие вот пучки все это делается элементарно собирается все один пучок также продевается через делать отверстия одним кусочком лыка вы привязываете вот весь этот пучок и сверху можно прикрыть все это дело листиком потому так распушить получается эффект сухой травы ничего не будет выглядеть более натуральным чем натуральные ингредиенты вот чем хорош этот костюм то что он во первых очень легкий он продувается хорошо ветром и он не боится дождя потому что сам он полностью синтетический листья тоже синтетика единственное что не синтетика это вот эта сухая трава но она в принципе это не мешковина которая когда намокает она становится очень тяжелой и завивается в косичке она не теряет свои свойства но вот остается примерно одинаковый высыхает и все остается то же самое поэтому я пользовался до этого геликами вот сейчас решил попробовать вот такой вот костюм надеюсь что уже в скором времени мне удается удастся в нем поиграть и посмотреть насколько он будет эффективен вот что еще хотел рассказать также папоротник допустим привязать привязывайте тут один стежок делайте и можно сделать вот немножко загнуть его и сделать вот вот еще один стежок коньячика вставляем получается тоже объемно довольно-таки вся суть гели костюма это разбить ваш силуэт и чем больше здесь будет каких-то несимметричных таких вот торчащих элементов тем лучше и натуральнее это будет выглядеть и вы не будете заметно тоже с близкого расстояния ну еще один момент надо конечно хорошо приготовить защиту лица и глаз чтобы глаза не удавали дальше что я сделал именно для маски тут я пришила приклеил крепление велкро и порезал одну балаклаву непонятного камуфляжа но вроде бы это материал который быстро высыхает синтетика и сделал из нее вот такой вот формы защиту для лица поскольку поносы получать не очень люблю поэтому все это крепится вот таким вот образом шил и все это дело сам ничего тут сверх естественного нету в этом все это легко делается в домашних условиях вот и получается что нос и лицо получаются у нас закрытыми тут балаклава распорота на две части шита между собой и еще вовнутрь я пришел кусочек примерно вот такой вот сетки которая тоже пропускает и воздух и будет амортизировать шар будет прилетать в лицо ну что в принципе по костюму все что я хотел сказать укрепление также можно листики приклеивать клеем но не знаю я бы не советовал честно говоря лучше лучше привязать они тогда не так все это плотно сидит на костюме оно шевелится вот и плюс еще каждый листик когда привязываешь что у него идут от него идут отходят эти усики которые дают на общей картине на общем фоне эффекта травы так что выглядит это довольно таки все натурально поэтому лучше их привязывать вот в принципе можно использовать и базу простую с алиэкспресс которая стоит что в районе 25 евро но честно говоря мне не нравится особо цвета ее вот поэтому я вот купил вот такой костюм он и качеством получше и база очень хорошая коричневая он как подойдет и для осенних и зимних также и для летних тоже если вот сюда накидать очень много зелени то это все равно будет летом смотреться очень даже натурально вот так что и конечно все не перепробовал но на данный момент что я смотрел искал это самый оптимальный вариант стоит данный костюм 70 евро акриловая краска 250 листики по 50 в общем на зелень у меня где-то ушло 20 евро вот лыка стоило по моему тоже что-то по полтора каждый моток или в районе двух ну где-то в общей сложности все вместе где-то выходят это в сто сто десять сто двадцать может быть евро весь костюм вот в принципе времени тоже это дело все занимает особенно сама самый долгий процесс это конечно покраска листьев вот ну если у вас есть свободное время и вы хотите сделать что-то такое интересное для себя то можете пробовать ничего сложного нету это для меня был первый раз первый опыт в изготовлении вот данного костюма и принципе ну как вижу я сейчас мне в результат нравится как это будет все работать на природе это надо будет еще тестировать ну вот мы видим его в действии так же как и на местности идет преобладание коричневого цвета присутствует желто-оранжевый немного зеленоватый цвет сухая трава и в принципе все смотрится довольно таки гармонично даже вот с такого расстояния далее хотел бы отметить два преимущества по крайней мере для меня что важно первое что здесь используется балаклава она идет отдельно от костюма хоть на костюме есть капюшон на имя не пользуюсь это не урезает ваше периферическое зрение это очень важно на самом деле и второй момент когда вы пользуетесь капюшоном и вам надо посмотреть направо либо налево под довольно таки большим углом он приводит в действие вот довольно таки большую площадь поверхности вот со спины на вот на плечах все это начинает двигаться и вас сильно демаскирует в данном костюме вы можете если медленно поворачиваете голову то это вообще практически незаметно пока это все так что спасибо за внимание надеюсь вам это пригодится и поможет следующем видео я покажу как я сделал очки как я буду их вернее делать ну а на сегодня это все так что всем спасибо за внимание за просмотр пока пока